игромания ру представляет всем привет это александр шагиров и марк юзанасу да у нас он главный специалист по слэшерам и японским извращениям поэтому я не мог пройти мимо воли поп чейнсоу да он как у нас главный любитель всего японского поэтому он сегодня сам мной рассказывает вместе про игру я ему дал геймпад чтобы попробовал как-то играется потому что я играл до конца прошел а он только первый раздел ну да как видели сама в менюшке включилась заставка но мы ее пропустим потому что мы уже выкладывали первые 14 минут игры на сайте вы можете без проблем на это посмотреть на все прелести джульетты главная героиня игры для тех кто не знает первое что мне очень понравилось тут просто музыка в меню вообще в музыка по игре саша саша уже сказал это просто прекрасно но просто открыв меню мне уже нравится ну это один из главных аспектов игры на самом деле это музыкальное сопровождение где собрали отличные треки то есть часть я слышал участие слышал но сама по себе под игру самым лучшим образом подходит и как видите визуальное формирование тоже вполне себе то есть под комикс и явно трешовые старых комикс да именно старых комиксов где там шестидесятых каких-нибудь новые на обычно лучше нарисованы но суть не в этом на вот стартом экране увидите что игра уже пройден нашим геймером и вот по самой середине вот огромный спойлер вы посмотрите не то есть не смотрите кто не хочет но все остальные смотрите это огромный спойлер по самой серединке и лично я не хочу сам себе спойлерить потому что я обязательно пройду эту игру поэтому саша выбрал самый нейтральный но очень хороший уровень да здесь всего достаточно самое главное опять же самое главное это музыка в втором эпизоде отличная музыка ну и отличный босс которого вы сейчас скоро совсем увидите костян у нас тут стал нас костян тут режиссер монтажа нам помогает он его тоже кстати скоро услышите я думаю он любит очень диабло и street fighter да возможно если мы его таки вытащим потому что он очень сильно стесняется мы скоро наверное голосование на сайте повесим кого из редакции видеоманию хотите услышать потому что слышали вы только ограниченное количество людей предыдущих серий был то что жилета отпилила своему бойфронту голову но это было показано в трейлере так что не бойтесь это не спойлер был только что как этот человек остался жив оставшись головой непонятно а вот все понятно там рассказывается там рассказывает магия вуду худую буду бич вот а вот этот тот самый типажный викинг понятное дело что он и на барабанах играет потому что он любит викинг металл это очевидно для всех по моему а есть такой викинг металл разве есть есть металл у него вот у него corpse paint как у всех блэкушников то есть правильный типажный викинг еще говорит на явно не типичном английском языке о хороший ракурс мне уже нравится и мне снова нравится и опять нравится эта игра да как в байонете они очень любят показываете самые хорошие моменты но байонете был у нее полный черный костюм так что а хотя и еще вторая задница как выясняется эта сестра главной героини ну это еще вот опять же вступление все могли видеть всю семью представляли а у отец у них если что рокобил который похож на элвиса и также разговаривает собственно все герои как и это любят суда 51 они очень типажные у них есть какой-то background так скажем да у них есть и background и личность особенно и совершенно то есть к сожалению что до в демпт это было мало то есть там типажный был только вот главный герой и череп и череп да а боссы были ну да там был минотавр с членом с агром который писал на все что только можно лукоп чинсоу как раз таки больше похоже на новому хирус то есть предыдущие творения я к сожалению но морхирус не играл но видео очень много видео и это безумная просто игра да 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 и там как раз все круг вертелось вокруг киллеров которые наемных убийц которые были с разными типажами там был один сутенер который кидался тетками с прическами авто очень смешной момент был а почему почему нельзя посмотреть вот в подсказках ему говорили что нельзя не смотрим под мою юбку вот когда он пытается это сделать она прикрывается что спереди что сзади но это не цель понимаете но побольше но первое впечатление от игре вот я тут тупо даже еще не не начал играть во первых мне нравится офигенно просто закадровая музыка я так понимаю это children of bodum да мой любименький во вторых м под юбку нельзя заглянуть это конечно минус но я чувствую еще будут ракурсы нам уже показали все что надо да уже раза три на прикрываться бесполезно также тут игра пройдена и костюм не у джульетта другой как его сменить я не знаю поэтому побегаем таком нейтральном костюме они черли держим ну что ж начнем под юбкой все равно кто хочет может заглянуть или уже все рассмотрели все что можно поэтому него есть такой бронепоезд у нас режим бронепоезда когда она вперед вытаскивает за пилу и пилит видно что зомби всегда одеты по-разному они из разных видимо кланов ну почему разных планах вот это я так понимаю игроки в американский футбол были там да ну врачи да уж не больно и школьную униформа разная просто а я я помазал они к сожалению не в тренде сейчас все-таки не американский футбол чемпионат я убил 3 зомби от него чего там а чемпионат европы по обычному футболу для них это обычный это американский это у нас сокер в общем они не в тренде не модно но зато джули это модная вот она при одессках надо шутовочку коротенькую юбочку все как любят настоящий японский настоящий японский извращенцы а марк в этом понимает больше остальных напомню что напомню и делай изменяя перед людьми извращенцы мне просто нравится посмотреть на приятные женские тела я сомневаюсь что кому-то это не нравится из особо мужского населения и женщины поэтому ничего страшного в этом нет игра игра должна подойти абсолютно всем несмотря на то что это трэш зомби кровище груди женский элемент то есть женщина тоже игра должна понравиться сто процентов еще потому что здесь сплошные сердечки блесточки красивые наряды всегда да вам фанаткам сумерков обязательно я никогда не понимал этот фильм но понимают а вот этот чувак не напоминает персонажей из другой игры 51 для боли кубич для кинекта там был про бейсбол видимо они параллельно когда делали одинаковые модельки тупо скопировали натянули скин зомбака страшного вот и все сердечки сердечки ноги летят зомби при всем при этом здесь очень правильно обрисованный характер джульетты то есть она как типичный тинейджеры 18-летняя девочка у которой в голове раз таки блесточки аксессуары виде отрубленных голов и типичный подросток я не люблю это когда все люди превращаются в зомби но это тоже очень весело потому что я могу делать вещи, как прыгать на ферраке это весело! это делает меня забыть, что большинство моих друзей умерших! с каким-то неземным ударом ногой это больше похоже как будто бы она профессиональный борец из UFC ну она профессиональный боец зомби это как бы одно на другом не мешает у нее кстати приемы из этих UFC и подобных единоборств есть но я их еще пока не замечал особо а есть магазин, зайди в магазин, здесь замечательная песня которую многие могут помнить из игры Stubbs the Zombie что интересно игра в Lollipop Chainsaw есть эпизод на ферме который почти 100% похож на такой же из Stubbs the Zombie это где он на этом на комбайне да здесь тоже есть эпизод где ему нужно ездить на комбайне и давить зомбаков он кривой жутко то есть но вот этот уровень он просто 100% такое ощущение что он слизан из Stubbs the Zombie мне очень понравился давить людей тут видимо давит зомби вдохновлялись такое ощущение что именно этой игрой клевые костюмы мне сразу нравится костюм зайчика у нас как раз хватает на костюм зайчика включай ура а давайте посмотрим просто еще какие костюмы есть у Джульетты я думаю мне интересно да вот мамин костюм например когда его покупаешь она говорит ой фу ну понятное дело кто хочет переодеться в свою маму костюм Бусима Саека мне кажется костюм по моему взят из аниме High School of the Dead видимо они сотрудничали разработчики с какими-то студиями анимешними которые выпускали эти различные сериалы несколько костюмов тут есть на любой вкус уборничная латекс вот который вы видимо ну многие видели этот костюм там в формоакциях в трейлерах тоже да да у них американская модель которая презентует игру у нас костюм зайчика а как его одеть? а выйти да то не будем для того что показать костюм зайчика придется выходить из игры заново показывать дальше лучше попробуем да но костюм зайчика он есть и это стоит того а мы я думаю обязательно выпустим отдельный сюжет если захотите если много пожеланий будет с нарезкой костюмов из игры там убыльник кому-то нужна помощь ну понятно дело так как дело происходит в школе здесь некоторое количество еще живых учеников попадают в неприятность и Джульетта как-то настоящая настоящая охотница зомби им помогает и они почему-то неожиданно исчезают нет на самом деле сейчас очень многие американские школьники вообще просто исчезают из школы сразу же отдают много денег и исчезают их больше никто не видит это факт ты какие-то странные читаешь новости опять же тот самый могучий удар ногой чем-то напоминает одновременно я уже повторюсь UFC и байонетту а мне напоминает Дюхнюк у него тоже был могучий удар могучий пинок ТАЧДАУН ТАЧДАУН а вот игроки в американский футбол вот они все были в американский футбол да ну зомби 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 я же не замечаю а кого я режу и романтик не думаешь, Ник? да, но я думаю что мы должны остаться в фокусе я знаю было бы, что я начну с тобой или что-то я не знаю, что ты означал почему зомби валятся монетки это ну, не стоит над этим задумываться как и как многим в этой игре да абсолютно не, хотя тут очень интересное объяснение почему зомби появились в этом мире опять же не говорить да, не говори мне вот интересно я еще сам не играл узнаю квик тайм ивент своеобразный который уже повторяется но вот удар ногой он это какая-то не игра про убийство зомби а симулятор дровосека с бензопилой очень часто приходится что-то пилить или там спасителя 9.1.1 МЧС вот ну, может круто это 50% chance что он будет вот зачем ты такой ракурс пропустил ну ну и дальше еще раз покажи как в старом добром мультфильме грязнухой ползухой обозвал вот это они грязнухи ползухи типичные вулгариум она еще кстати похоже профессиональная балерина точно знаем что она может танцевать около шеста как профессиональная стриптизерша элементы балета у нее тоже присутствует ее ударов во всему этому я научил сенсей извращения между тем я одел голову своего бойфренда играет джаз дэнс зомби-эдишн он сам говорит что это магия так что он сам объясняет свое поведение почему он управляет другим телом почему у него только голова это магия все а он и дебина зомби-энна перед первого зомби-энна убил в полугодика суровый ребенок у не вся семья такая из я уже увидел ее и сестру и я это подозреваю айси по четыре зомби за раз и дают при этом больше монеток всяких а еще музыка сменила одна из главных вещей в игре это именно музыкальное сопровождение помимо лицензированных треков довольно крутых ну и круто подобранных есть написанная музыка Акира Юмаука собственно если кто не знает он написал саундтрек ко всем хорошим сайдент хилам и даже к нескольким плохим да и все равно музыка оставалась в плохих сайдент хилах намного лучше чем сами игры ну и вот здесь просто какой-то музыкальный сопровождение безумно крутой то есть такого крутого лучше наверно только в Брутал Ледженд был в Брутал Ледженде пока что самый крутой саундтрек для меня потому что как минимум там больше песен 108 трек когда и упор явно на рок и металла здесь и вот попса есть и панк рок такой простецкий мне нравится периодический ракурс который мне не перестает от нравиться это один из больших плюсов игры такой немаленький там плюсик А я неплохо для первого раза на самом деле Марк уже потренировался не считается я тренировался пять минут все равно что первый раз а теперь баскетбол вот опять же не в тему то есть футбол бы вы здесь обычный подошел больше но опять здесь мини-игра с баскетболом нужно попадать очевидно что отрезанными головами в баскетбольную корзину понял тут защитник еще отбивает все это если совсем далеко стоять и отрезать голову он успевает отбивать но его голова тоже на плечах плохо держится а он меня убивает видно что марк плохо справляется своими обязанностями и зомби хантер из него никак уж я я только учусь уволить поэтому я на самом деле снимаю с него титул специалиста по слэшерам и остается только по извращению ну слушай давай эти середины игры devil may cry включу в который ты не играл посмотрим как ты там будешь всех убивать вот тут я с 4 я съем леденец леденец живительный он восстанавливает жизнь игра в которой девочка сосет леденец и становится здоровее вообще на самом деле и толще она боится за свою фигуру она постоянно об этом говорит у нее каждый наверное там 20 минут вам напоминают она постоянно говорит что не толстый ли у него попа своего друга отрезанную голову просит посмотреть а нет ли там у нее лишнего жира где-нибудь потому что очень любит она но что такое вот этот защитник он очень толстый поэтому я немножко не понимаю как его валить но вот вроде бы завалил уже второго пока его нет ни одного забиваем голы голы у тебя еще пять секунд что победить боюсь ты проиграл ну а че ты проиграл зомбакам из марка demon hunter ну да к слову и зомби хантер что самое интересное в шедове дэм там был демон хантер здесь зомби хантер женщина одно мой херос он просто киллером был суды ограниченное изображение прямо скажем но с учетом того что вообще веселых игр хоть сколько-то забавных в год выходит очень мало поэтому это можно наверно не простить ну да последняя смешная игра какая была действительно смешная какая смешная shadow of a dm да portal 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 ну это все в прошлом году все говорится в прошлогоднем в этом что-то это первая такая комедия летняя хорошо что ли игры так гроскоперы выходят летом да shadow of a dm тоже вышел летом ровно год назад где-то ровно год назад так ну теперь я знаю как бороться с защитниками наверное заход круто я хорошенько помещим выставить ух плаща это баскет а а ну слушай за кого играю так и ведусь а я 18 она это хорошо да какой о зомби Три пункта! Вот всех убиваю, вот его не могу, ну почему? Помпонами. Помпонами, помпонами. А нет, он умер, и пока его нету, где зомби? Где зомби? Дайте мне больше зомби. Ну, Марк уже и в этот раз хотя бы есть шанс. У меня 30 секунд, а еще 5 очков, 4. 30 секунд, нормально, должен успеть. Отлично! Весь, я все учусь. На этом замечательном моменте, я думаю, мы закончим, потому что Марк победил. Надеемся, победит и... Я всех победю, ты не беспокойся. Нет, надеемся, что и наша футбольная команда победит обязательно. Хотя мы сейчас играли в баскетбол, опять же, не сильно подходящий в данный момент. Но все равно, все болеют за наших, мы тоже. Да. Я хоть не люблю футбол, но буду рад, если наши победят. Да, вот пускай берут пример Джульетты, которая всегда победит. Поэтому на этом и заканчиваем наше включение. И, в общем-то, напомним, что с вами были Александр Шакиров и... Главный специалист по слэшу. Всем пока! Пока! Игромания.ru. Игровое телевидение на каждый день.